Сразу на входе у нас большая прихожая, гардеробную, купе, шкаф. Тут два угла, можно поставить в угол справа, в угол слева, пожалуйста. Прихожку можно хорошо организовать. С правой стороны расположится зона гостиной. Дальше вверх мы будем подниматься по лестнице, там будут жилые помещения. И вот через такую арку будем проходить назад, как говорится. И там также у нас будут кухня, санузел и еще одна жилая комната. Добрый день, друзья. С вами я, Екатерина Романенко. Вы смотрите наш канал «Переезд в Краснодар» и «Краснодарский край». Канал для тех, кто планирует купить дом или купить квартиру в городе Краснодаре или в ближайшем окружении. Напомню, что работаем для вас в радиусе 70 километров от города Краснодара, как с домами, так и с квартирами, с готовыми и со строящимися. А также сейчас работаем в сторону Азовского побережья, в сторону Приморско-Ахтарска, по Каневскому району, станица Каневская. 130 километров от города Краснодара. Поэтому, если вы планируете перебраться в наши локации, пишите, звоните, с удовольствием вам поможем. Работаем для вас как агентство недвижимости. Называемся мы «Центр недвижимости Компромисс». Информация для наших собственников, тех, кто впервые на нашем канале. Также специально озвучиваю дополнительно для вас, что если вы планируете продать свой объект недвижимости на тех локациях, где мы работаем, пишите, звоните, с удовольствием посотрудничаем. Мы постараемся помочь найти вашему объекту, нового хозяина. Сегодня мы с вами находимся в станице Новомышастовской, в станице Красноармейского района. Будем смотреть с вами дом с пятью спальнями, с хорошими площадями. И дом у нас с хорошими техническими характеристиками. Давайте будем заходить, как обычно, на участок. Ну и начнем осмотр с самого-самого начала, с участка. Будем ходить сегодня, как большие люди по большой дороге, через ворота. Да, добро пожаловать. Так, ну что, попали мы с вами на придомовую территорию. Красивая зеленая, ухоженная, с газонной травкой. Тут, опять же, туи, можжевельники. Все это сидит уже многолетнее, красивое. Давайте начнем с самого начала. 13 соток у нас земельный участок, земли ЛПХ. По фасаду 27 метров забор, забор кирпичный, с распашными металлическими воротами, входная калитка. Ну и здесь придомовая у нас в тротуарной плиточке. Всю вот эту красоту по бокам мы с вами наблюдаем. Давайте пройдем вот сюда, левее по дорожкам, и посмотрим еще, что же у нас такие вот. Тут прямо на Новый год, да, хочется вот этих красавиц понарядить. Ну и хоть это не елки, да, но выглядит это все как классная красивая елка. Так, вот много таких прямо шапками, шапками красивыми сидят. Очень красиво придомовая, вот первое такое, да, первое рассмотрение смотрится прямо благородно. В общем, вот так это у нас все выглядит. Итак, дом у нас большой, в двух этажах, два полноценных этажа. Кирпичный полностью дом рядом с встроенно-пристроенным гаражом. В гараж мы с вами попадем уже непосредственно из дома. Ну что, друзья, предлагаю проходить далее, да, осматриваться по этой красоте придомовой территории. Обратите сразу внимание, какой огромный навес. У нас такой Г-образный, да, получается, от въезда под машину, где въездные ворота, да, вот прям на металлическом каркасе, на кирпичных столбах. И потом это все такое, хоп, поворачивается, и огромная-огромная площадь под навесом, также за домом. Предлагаю сейчас проходить на земельный участок и посмотрим, как же у нас обустроен. С правой стороны начинаются верноградники. Вот такой красивый сейчас виноград, уже очень вкусный. 13 соток, напомню, у нас площадь земельного участка. На дворные постройки мы к ним вернемся чуть позже, их осмотрим. Сейчас пойдем погуляем по участку, посмотрим. Сад здесь сидит, сейчас расскажу, какие есть деревья. Огород, ну, последний год не сажался. Ну, в целом, участок содержат в порядке, косят, такой вот бурьяна никакого здесь нет. Итак, друзья, здесь у нас есть слива, черешня, вишня, айва, груша, яблоня, абрикос. Сейчас мы с вами направляемся прямо к груши. Смотрите, она такая молодая, небольшая. Ну, она вся в этом году, прям вот вся в грушах. Да, такая красота невероятная. Очень много груш. Яблочки молодые тоже сидят. Ну, черешню, конечно, уже все съели, только дерево осталось. Вот, пожалуйста, яблочки. В общем, деревья все полдоносящие, хороший фруктовый сад. Малина. Здесь также у нас есть еще одна, вижу, груша. В общем, вот фруктовые деревья. Справа от меня парник расположился, поликарбонатовый. Пожалуйста, тоже есть огурцы, помидоры, перец, зелень круглогодичную. Все это можно сюда высаживать. Ну, в целом, 13 соток вполне себе достаточный участок. Если учесть, что большая его часть, ну, прям пополам, да, я так бы сказала, прям поделено, это придомовая территория, надборные постройки, то в целом вот это у нас остается уже на сам сад и огород. Сад сидит, ну, для огорода места вполне себе достаточно. Ну что, участок мы осмотрели, 13 соток, дом 172 квадратных метра. Стоимость объекта, друзья, у нас будет 11 миллионов. Будем сейчас с вами возвращаться к надборным постройкам, ну, потом будем уже заходить в дом. Есть важный момент. У нас два гаража, получается так. Есть у нас гараж встроенно-пристроенный, который, вот там, двойные ворота, да? Одни въездные ворота, давайте еще раз покажем, вот здесь у нас под навесом. Машины заходят, ну, три, тут четыре, сколько надо, могут встать заездом вот в этот гараж, который отдельной постройкой построен, да? Пожалуйста, можно вот его использовать. И вторые ворота въездные правее, там, где была ролета. Это выход будет в гараж из дома, я вам тоже его покажу. Давайте еще раз обратим, что придомовая территория у нас уложена тротуарной плиткой. Вот этот вот Г-образный навес на пол дома по периметру. Прям капитально все тут хорошо сделано на металлическом каркасе, зашито профлистом. Тут прямо тенечек и прохладно жить хочется. Давайте будем проходить дальше. Осмотримся сначала по гаражу и далее пройдем по следующим надворным постройкам. В таком формате гараж. Все это капитальное. Блок обложенный кирпичом. На полу лежит плиточка. Следующее помещение, которое будем осматривать, это зона летней кухни, гостевого помещения. Смотрите, по планировке, чтобы было понятно. Прямо это зона санузла, а влево это зона готовки, ну, зона отдыха, так будем говорить. Давайте осмотримся по санузлу. Все коммуникации сюда заведены. Отдельный котел на отопление здесь стоит, работает. Ну, и с правой стороны, такие вот завешанные шторками, там кладовки, подсобки. В общем, все это вот по такие баночки, полочки. А при желании можно сюда установить дополнительную душевую кабину. И второе помещение, которое здесь же расположилось, гостевое, либо летняя кухня, да, кому как нравится. Вот такое по формату. Площадь здесь порядка 12-13 квадратных метров. Установлен также кухонный гарнитур, газовая плита, выведена водичка, отопление здесь есть. Такое прям полноценное, полноценное теплое помещение. Ну, как говорят собственники, использовалось как летняя кухня. Ну, если вдруг огромного количества комнат жилых в доме не хватило, то можно было всегда дополнительно гостей расположить здесь. Так, вот такое помещение мы с вами осмотрели. Далее, друзья, у нас осталось еще одно подсобное помещение. Третья дверь. Сейчас мы посмотрим. Это прям полноценный сарай с полками. Вот в таком вот формате. Сейчас будем переходить к осмотру жилого дома. Давайте по техническим характеристикам пройдемся. Дом у нас 96-го года постройки. Дом на ленточном фундаменте. Цоколь, плита, все как положено. Цоколь здесь высокий достаточно. Дом в полноценных у нас два этажа. Полностью кирпичный. По коммуникациям все центральное. Газ, свет, вода. Канализация септик. Септик на два кольца. Ну, порядка шести кубов. Ну что, технические характеристики по дому все озвучили. Напомню, что стоимость объекта у нас составляет 11 миллионов. Приглашаю вас к осмотру дома. Целых пять жилых комнат. Ну и пойдемте смотреть на три состояния. Ну что, друзья, добро пожаловать в дом. И хочется прямо сделать ахо, прям выдохнуть. Потому что все-таки вот эти 90-е, ближе к 2000-м годам постройки, кирпич, прям кирпич-кирпич. Вот без кондиционеров. А здесь можно дышать. Прямо, правда, без преувеличения. Прямо после улиц. Сегодня 33. А хочется уже, чтобы лето кончалось. Ну, жара, да, сами знаете. В Краснодаре это дело такое непоправимое. Поэтому полтора месяца мы все наслаждаемся. Наслаждаемся нашим краснодарским солнышком. Ну, уже она пошла жара на спад. Поэтому радуемся. Радуемся просто теплу, хорошему настроению и погоде. Давайте радоваться теперь новому объекту. Итак, небольшая такая прихожка на входе. От центрального крыльца, где вот эти большие туи у нас были. К сожалению, вход закрыт. Да, чтобы там со ступенек можно было зайти. Но вот я вам отсюда войду, чтобы было понятно. Вот мы с вами зашли. Одна прихожая. И попадаем уже в основную часть прихожей. 9 метров общая площадь данного холла. И из него идут помещения. По планировке, чтобы было понятно. Давайте прямо руками, как это, сюардесса. По рулю, да, чтобы можно было сориентироваться, куда мы и что идем. Сразу на входе у нас большая прихожая. Гардеробную, купе, шкаф. Тут два угла. Можно поставить вот в угол справа, в угол слева, пожалуйста. Прихожку можно хорошо организовать. С правой стороны расположится зона гостиной. Дальше вверх мы будем подниматься по лестнице. Там будут жилые помещения. И вот через такую арку будем проходить назад, да, как говорится. И там также у нас будут кухня, санузел и еще одна жилая комната. Давайте начнем сначала справа. И будем переходить к осмотру гостиной. Помещения здесь разделены. А свет, к сожалению, не включу. Нет у нас лампы. Но я думаю, что все будет здесь видно и понятно. Значит, площадь, друзья, данного помещения 18 квадратных метров. Комната, ну, такая больше квадратная по конфигурации, я бы сказала. Стены здесь под покраску. На полу, везде по дому лежит паркет. Паркет, хочу сказать, он прямо в идеальном состоянии. Вот его даже трогать не надо. Вот очень весь красивый. Прямо аж сверкает и блестит. Хорошая высота потолков в доме. Везде порядка 2,80. Потолки здесь под покраску по всему дому. Ну, при желании можно натянуть потолочек. Ну что, давайте проходить с подарком. И с правой стороны будем смотреть следующую жилую комнату. 12 квадратных метров площадь ее составляет. Ну, ближе к прямоугольнику конфигурация данной комнаты. Стены здесь также под покраску, потолок под покраску. Ну и наш идеальный паркет. Рядом у нас расположился с жилой комнатой санузел. Санузел, друзья, здесь по площади порядка 5 квадратных метров. Санузел совмещен. Стены облицованы капелем. На полу также капель. Сантехника, все установлено. Все в исправном состоянии, все работает. Далее выходим, поворачиваем направо. И идем в сторону зоны кухни. Смотрите, планировка как раз для тех, кто любит, чтобы кухня отдельно закрывалась. Приготовили, покушали, столовая, все, дверь закрыта. И дальше, пожалуйста, вот вам зона гостиной. 18 квадратных метров. Отдыхаем. Давайте осматриваться по площади данного помещения. Стены здесь также под покраску. На полу лежит плитка. Такая прям вся отсвечивает, начищенная. Очень красивая, дорогая дубовая кухня. Вот видна она, наверное, только мне. Но надеюсь, сейчас получится передать вот эту красоту. Что это не дешевый какой-то вариант. А это на самом деле прям такая хорошая, дорогая кухня. В идеальнейшем все состоянии вот такого плана у нас кухонный гарнитур и обеденная зона. Все разместилось здесь в площади 12 квадратных метров. Ну и напоминаю, что отдельная площадь у нас это площадь гостиной 18 квадратных метров. Далее мы с вами проходим через кухню, получается, так, для того, чтобы можно было выйти на участок. Котел газовый работает на отопление, колонка работает на горячую воду. Такое здесь вынесено дополнительное подсобное помещение. Вторая дверь, которая выводит нас в гараж. Гараж как раз вот этот встроенно-пристроенный с ролетой, который мы с вами смотрели на улице. Стены здесь также под покраску. Плитка на полу. Ну и потолок набраны пластиковые панели. Свет заведем. Все как положено. Отапливаемое теплое помещение. Ну что, первый этаж мы с вами осмотрели. Напомню, что площадь живого дома составляет 172 квадратных метра. По стоимости объект составляет у нас 11 миллионов. Том большой. 13 соток земли. Ну и сейчас мы с вами будем подниматься на второй этаж. Вот по такой идеальной лестнице. Так. Ну что, добро пожаловать на второй этаж. И нашему вниманию будут жилые комнаты. 1, 2, 3. Плюс одна. На первом этаже 4. Огромная гостиная 5. Ну и на втором этаже у нас здесь есть колдовое помещение. Площадь вот данного помещения, друзья, у нас холла, да, у нас составляет порядка 16 квадратных метров. Я приглашаю вас к осмотру первого жилого помещения. Первая комната площадью 18 квадратных метров. Большая просторная комната. Здесь сделали вот такую интересную арку, да, но то ли для изголовья кровати, да, чтобы сюда, то ли гардеробную сюда, то ли какое-то рабочее место можно вставить. Ну, в общем, такая интересная планировка по помещению. Вот это дополнительное подкрышное пространство можно использовать. А дом у нас полноценно двухэтажный. Дом не мансардного типа. Полностью кирпичный. Давайте смотреть в следующую комнату. Площадь ее 17 квадратных метров. Смотрите, как отсвечивает, скажу так, да, прямо аж блестит паркет. Состояние, конечно, идеальное, да, но такого не видела. Паркет самый такой экологичный и приятный к ногам материал. Всегда тепло. Всегда, когда нужно тепло, когда нужно прохладно, да, такая вот удобная штука. Ну что, по ремонту. Стены здесь под покраску. На потолке потолочная плитка. Паркет на полу. Ну, вот такого плана у нас жилая комната. 17 квадратных метров. И еще одна комната, друзья, вашему вниманию. Спальня. 14 квадратных метров. Стены здесь оклеены обоями. На потолке потолочная плитка. На полу также наш идеальный паркет. Ну, такая вот в хорошем состоянии чистенькая, ухоженная спальня. Так, три жилые комнаты мы с вами осмотрели. Не осмотрено у нас осталось только помещение кладовое. Сейчас мы его тоже осмотрим, чтобы было далее понятно по планировке. Давайте еще раз вот так, уже при открытых дверях, покажем. Три жилые комнаты. Большой холл. Кладовая направо сейчас мы ее посмотрим. Ну, и по планировке, чтобы было понятно, вниз пошла лестница. Так, ну что, давайте осмотрим еще одно помещение. Это кладовка, подсобка, гладилка, все что угодно. Вот такая площадь порядка 4 квадратных метров здесь тоже имеется. Ну что, друзья, дом мы с вами осмотрели. Весь дом большой, земельный участок большой. С фасадов смотрится прямо монументально. Вот эти кирпичные, кирпичный забор, да, декоративным камнем уложен соколь, облицован. Дом у нас на асфальте, красивая придомовая территория. Дом для большой семьи. Ну, однозначно для большой семьи, да, потому что много жилых помещений, много надворных построек. Ну, и дом, конечно, ждет прямо таких трудолюбивых людей, которые будут ухаживать за всеми его 13 сотками. Поддерживать красоту не только в начале участка, где туи, можжевельники и газонная трава. Ну, и также за садом, да, много груш, вкусный компот, грушевое варенье. В общем, все дела, которые являются приятным следствием больших земельных участков. Если такой вариант объекта вам подходит в станице Новомышастовской, в 40 километрах от города Краснодара, пишите, звоните, мы с удовольствием вам объект покажем. А вы подписывайтесь на наш канал, не забывайте ставить комментарии, не забывайте ставить вот здесь колокольчики, да, чтобы напоминалочки вам приходили. Ну, каждый день что-то новое выходит, возможно, сегодня выйдет дом, который искали именно вы. Ну, и внизу всегда ссылочка на наш телеграм-канал. Пожалуйста, подписывайтесь, если еще не подписались. Там актуальная информация по рынку недвижимости именно Краснодарского края. Рекомендую. С вами я, Екатерина Романенко, Центр недвижимости Компромисс.